В одном стриме вы мне на вопрос об испытаниях судьбы ответили, что у нас из жизни что-то отбирают, чтобы мы не привязывались. Конечно. Но как можно не привязываться к своему ребёнку или к жене? Расшифруйте, пожалуйста. Хорошо. Вот жизнь, если вы перестанете эмоционировать, вот нам дана каждому здесь только по одной причине. Что мы с вами тут невеликой развитости пришли сюда и условно хотим здесь кем-то себя представить. Да? Внутри. Мы же там думаем. Мы же думаем. Детские мечты, детские фантазии, они накладываются, как вот лепестки, одно на одно, как многослойное зеркало. Оно накладывается, накладывается. Но мы двигаемся, потому что энергии много, мечт, желаний много, и мы двигаемся. И вот это движение всегда нас сталкивает с определёнными, ну я это называю, непонималками. Что такое непонималка? Я никогда с этим не встречалась. И есть внутреннее убеждение, что для моей структуры восприятия такие поведенческие модели неприемлемы. И чтобы я в своём убеждении не была категорична, на моём жизненном пути встречаются люди с неприемлемой для меня моделью поведения, и я должна научиться с этим справляться. С пониманием, что мышка и крыска – это животные, с которыми нужно справиться, им не нужно позволять тех или иных вещей. Они ни плохие, ни хорошие. Это просто животные модели. И вот это называется развитие. Когда человек обустроил, мы сейчас все абсолютно материальны, обустроил свой быточек, и уже вроде там расслабился, там чипсики, пивко, друзья, Турция, там машинёнка, там ну как-то, как-то, да как-то. Мы останавливаемся, останавливаемся и начинаем себя убеждать в том, что, ну, собственно говоря, уже всё. Возраст не важен. Можно в 20, можно в 40, можно в 60 остановиться. Не важно. Но то, что нам хочется, то, что внутри там как-то подкручивается, оно начинает вот как-то двигаться, и внутреннее состояние, вот это ни рыба, ни мясо, ни холодно, ни жарко. Ну, в общем, как-то рутина. И вот с этого момента, если мы не встаём, не меняем что-то, не сбиваем пыль своих сапог и не меняем, женщины меняют внешность, мужчины там что-то там начинают ещё, там движуку не закручиваем, и не пытаемся определить, кто же в новое будущее с нами пойдёт, но будущее своё загадываем, а держимся за пресловутый этот убогий комфорт на самом деле, выдуманный всеми, для того, чтобы за это держаться, за холодильник, за диван и за то дом, который находится, не знаю, условно, рядом с метро. Это же примитивно, но очень комфортно. Это нужно совершать меньше действий, но одно и то же всё. Вот тогда начинается ветер перемен. И пространство вам всегда будет на эту тему сигнализировать. Условно, вы чаще будете слышать конфликты, просто будете обращать внимание. Вы чаще будете видеть какие-то специфические вещи, которые ни к чему не сможете приложить, но они видны. Вам чаще будут что-то предлагать. Вот это бессознательное вам декларирует. Ну, условно, человек хочет, я не знаю, купить там дом или квартиру. Вот уже всё, уже загорелся, уже всё решил. Тыкнет, 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 и как шлагбаум, он всё закрывается. Значит, вам не туда. Если вы очень боитесь кто-то в своей убогости внутренней, имея маму авторитета, что вот если это женщина, её надо прижать, её надо там что-то как-то, если она меня бросит, я буду убогий. Эту женщину, это зацепка называется, это привязанность. Значит, эта женщина начнёт вам творить чудеса. И не потому, что она плохая, а потому, что вы её уже ментально начинаете сжёвывать, боясь её потерять, потому что вы решили, что рядом с ней, ну, как-то вам более комфортно, или вы за счёт неё там утверждаетесь, или там ещё что-то, или просто выгодно. Вот так происходят изменения. Почему и важно выстраивать близкие отношения с теми, с кем и работаете, с теми, с кем и живёте честно. И всегда должна быть перспектива минимум годовая, чтобы за этот год, проходя решение каких-то изменений через год, вы могли видеть, с какими препятствиями вам придётся столкнуться. Вот так читать мир, как книгу, это не так сложно, как кажется, но этим нужно заниматься. И тогда ни один большой камень не упадёт вам на голову. А даже если неожиданность упадёт, вы абсолютно с ней справитесь и закроете свой периметр, и не позволите абы кому ходить там и устанавливать свои правила и порядки. Но почему мы всегда доводим состояние до критической точки, а потом ещё садимся или падаем, голову эту тут закрываем, как тот страус, и думаем «всё». Нет, это только начало. И с началом всегда нужно справляться, и только тогда появится у вас перспектива.